Всем привет! Это Егор из Аргентины, и так получается, что, скорее всего, это мое последнее видео на этом канале Южная Америка на русском языке. Но не спешите горевать, в конце я расскажу, что будет дальше. А в этом видео, в самом последнем видео, которое я думаю, что будет последним, я хотел бы поговорить об очень важной теме, о минусах иммиграции, о минусах жизни в Аргентине, ну и в целом о том, как я себя здесь ощущаю. Спустя почти что два года исхода, два года назад я покинул родные края, и с тех пор нахожусь вот здесь. Это сумасшедшее время, сумасшедшая цифра, все пролетело очень незаметно и очень быстро, так что будет очень интересно, очень любопытно для тех, кто только собирается принять это решение, или для тех, кто собирается, планирует переезд в Аргентину. Перед тем, как начать, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, ну и рассказать о нем своим друзьям, потому что это очень полезно и это очень важно знать. Самый главный минус, с которого стоит начать и с которого стоит вообще вести весь рассказ, это, конечно же, необходимость собирать себя по-новому, начинать жизнь с чистого листа и начинать все сначала. Это прямо вот такая штука, которую не учат, которую очень сложно вообще себе представить где-то на берегу, и даже если у вас когда-то, не знаю, в своей жизни была новая работа, новая семья или что-то еще в таком духе, вы даже не представляете, что такое эмиграция. Эмиграция — это абсолютный прыжок в пустоту с приземлением на другой планете. Это реально переезд на Луну, на Марс или, я не знаю, на Юпитер. То есть такого рода стресс для всего тебя — это что-то совершенно невозможное. И, конечно же, это вещь, которая произошла не из-за того, что я хотел, это вещь произошла не из-за того, что кто-то меня на это сподвинул, да. Это вещь, которая на самом деле случилась в жизни многих. То есть произошло такое событие, которое заставило вас выйти из дома, заставило вас сменить образ жизни. И, конечно же, это то, что случилось, то, что произошло, то, о чем на самом деле уже нет смысла ни горевать, ни думать. Это просто нужно уже принять. И на самом деле давно уже, на самом деле, ну, по крайней мере принято, не знаю, как вами, но я и моя семья уже давно это приняли. Хотя, конечно, смириться с этим очень сложно. Я, конечно, говорю о боевых действиях в Украине, что нас максимально выбило из колеи в свое время и заставило нас держаться как можно дальше от боевых действий и как можно дальше быть от театра вот этого конфликта. Поэтому сейчас мы находимся здесь, в Аргентине, мы здесь живем. И в первое время, если что, помню, что шла речь о какой-то ядерной бомбардировке, какие-то странные сумасшедшие люди говорили о том, что сейчас вот-вот они будут закидывать друг друга ядерными бомбами. Там, может быть, помните, еще были такие моменты, когда периодически происходили атаки на атомные станции. И вот это обстоятельство, оно на самом деле было одним из ключевых, почему мы в том числе выбирали Аргентину. Потому что моя жена была, например, беременна, и мне очень не хотелось, чтобы беременный человек находился рядом с вот этим вот всем абсурдом и вот этим всем вот ядерным терроризмом, который там происходил. Поэтому мы приняли решение убраться как можно дальше, уехать как можно дальше и сделать так, чтобы нас никаким образом не коснулась вот эта вот вся ядерная вакханалия, которая там могла развернуться. Со временем кажется, что сейчас там страсти как-то поугасли, все стало как-то попроще, но, тем не менее, возвращаться туда совершенно не хочется. И все равно гораздо, ну, очень боязно за свою жизнь, потому что я знаю многих своих друзей, соседей, которые общаются в домовых чатах и рассказывают друг другу о том, как на их дома или рядом с их домом падают беспилотники, начиненные взрывчаткой. Так что, ну, это полная жесть. И, конечно, я понимаю прекрасно тех людей, которые говорили о том, что пусть все будет как будет, лишь бы не было войны. Но вот, к сожалению, война произошла, поэтому, да, первый и главный минус он в том, что абсолютно вся жизнь перевернулась и абсолютно вот в 30 там с чем-то лет приходится абсолютно все начинать заново, все с нуля, все по новой. И это, конечно, интересно, любопытно, но, скажем так, выбора особого здесь не было. Отсутствие выбора это тоже, ну, довольно-таки большой минус. Но этот минус, он для всех одинаковый, поэтому проматываем и идем сразу ко второму минусу. Второй минус это работа в Аргентине. Вообще, да и не только в Аргентине на самом деле, работа как институция, она, на мой взгляд, уходит куда-то далеко в прошлое, потому что зачастую таксистам во многих странах работать куда выгоднее, чем просто в найме. По крайней мере, в России так точно было выгоднее работать таксистам, чем каким-нибудь учителям или, я не знаю, там, сотрудникам какой-нибудь социальной сферы. Поэтому многие действительно молодые люди предпочитали работу в такси, заработать там на приложениях типа Uber или Яндекса, чем работа на благообщество. И, конечно, сейчас до сих пор есть такая небольшая аномалия, что какие-то большие организации дают большое количество бюджетов, чтобы содержать штат людей, который им лоялен. Это возможно в таких вот странах, как, например, Россия, в некоторых странах бывшего СНГ, но по большому счету во всем мире от этой концепции люди уходят. И даже если мы говорим про какой-то корпоративистские структуры, про корпорации, то все равно речь идет в первую очередь о таком внутреннем предпринимательстве. И поэтому, когда вы рассчитываете на поиски работы, вам необходимо думать о том, прежде всего, что вам предстоит, ну, все-таки даже если вы будете работать в найме, так или иначе, думать о судьбе вашего предприятия и отчасти быть тоже предпринимателем. Ну и если вы в целом предприниматель, у вас есть смекалка, руки и голова, и вы, в принципе, понимаете, как зарабатывать себе на жизнь, а главное, чем, то у вас все получится. Здесь отличные горизонты новых возможностей для людей, которые могут оказывать какие-либо услуги, делать какой-либо сервис. И мы с друзьями начали здесь делать сервис, который называется «Еда в Аргентине». Мы начали готовить, и оказалось, что ничего подобного здесь не было. Мы сняли профессиональную кухню, у нас там есть теперь отличный цех, где, согласно всем необходимым стандартам, происходит подготовка пищи, и мы эту пищу здесь сейчас продаем по подпискам. Можно купить себе подписку на одну неделю, на целый месяц, на себя, на всю свою семью, и, в принципе, забыть про то, что такое готовка. То есть вам будет курьер каждые два дня привозить еду. Ссылку я оставлю, конечно же, в описании. Если вам интересно, попробуйте, посмотрите. Очень классная штука, рекомендую, сам ем, и мне очень нравится. И на самом деле вот такого рода вещи, если вы решаете какую-то серьезную проблему, то у вас обязательно получится, ну, конкретно здесь, в Аргентине, точно, потому что, на мой взгляд, здесь просто голубой океан возможностей. Можно делать все, что угодно, и все это будет, скорее всего, расти, особенно если вы это делаете чуточку лучше, чем местные жители. А местные жители, как правило, здесь не всегда спешат делать что-то новое, инновационное и так далее. Поэтому, ну, то есть один из следующих минусов, который я тоже хотел бы затронуть, он тоже касается этой темы, и давайте поговорим о нем. Здесь очень маленький выбор сладкого. Это просто какая-то жесть, друзья. Реально, из всего сладкого в большинстве своем здесь есть дульсы де лечи или, по-нашему, сгущенка. Ну, и в некоторых магазинах еще, конечно же, куча теста есть, понятно, какого угодно, там, медиалунос и всякие другие пирожные. Но преимущественно это всегда тесто, может быть, немножко варенье, может быть, какой-то заварной крем и чизкейк. Но если, например, вы хотите какой-нибудь купить торт и заходите в кондитерскую, то в 90% случаев там будет дульсы де лечи, то есть сгущенка. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с особенностями вкусов у местных жителей, может быть, с тем, что дульсы де лечи просто довольно дешевые, может быть, с чем-то еще. Но, вы знаете, вот мне лично кажется, если вы нормальный классный кондитер, то, ну, думал написать, думал сказать, что, мол, приезжайте, я вас с цветами в аэропорту встречу, и просто у вас здесь открыта дорога в очень богатое и приятное будущее, да. Но на самом деле здесь огромный потенциал делать вкусные сладости, потому что здесь реально какие-то дикие проблемы со сладеньким, да. И реально, если человек руки растут из нужного места, он умеет готовить печь торты, например, на день рождения, что-то еще, то у вас будет просто колоссальный успех. Потому что мы как-то раз взяли тебе торт на день рождения нашего ребенка, и в итоге там было огромное количество мастики, какого-то ужасного, вот этого невкусного коржа, и все. И заплатили мы за это, там, что-то около 50 долларов или, может быть, даже больше. Так что, если вы делаете классные вещи, там, с орехами, с шоколадом, с кремом и с чем-то еще из теста, то вы здесь будете дичайше и востребованы, потому что со сладким здесь ужасные проблемы. И да, лично для меня и для моей семьи это ужасный минус, потому что мы очень любим есть сладкое, как и все нормальные люди на самом-то деле, вот. Другие минусы, конечно же, такие, они более сложные, более требующие большего осознания, но это тоже важный минус. Я чувствую здесь себя, знаете, вот как приезжий из Средней Азии в плане знания и практики языка. Да, я, там, сдал экзамен, я могу похвастаться сертификацией, чем-то еще, но я все равно не могу на 100% назвать, что я уверенно говорю на испанском языке и готов, вот, там, завтра же поехать на какую-нибудь ядерную станцию и переводить вам все, что там написано. Да, это очень сложно лично для меня. И, конечно, зачастую я забываю или даже просто не знаю некоторые слова и явления, и мне кажется, что когда я говорю на испанском языке, ну, иной раз мне так кажется, что я, что это звучит примерно, когда люди, там, не знаю, допустим, Средней Азии говорят на русском языке, вот, знаете, как эти были смешные скетчи или, там, не очень смешные скетчи про приезжих в Россию. Вот, мне кажется, что я говорю примерно таким же образом здесь, в глазах местных, но местные, вот, если в России, например, люди ухмыляются, начинают как-то так скептически к этому относиться, то местные здесь просто, знаете, как будто бы устраивают целый стадион, вот, и начинают просто за тебя болеть и просто прям хлопают ладошки, давай, 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 говори, 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 вот такое слово здесь используй, здесь лучше такое, да, да, ты же это хотел сказать, это. И вот они все улыбаются и прям поддерживают, и прям это целое веселье, когда ты что-то забыл или не знаешь, что сказать. Поэтому это очень классно. Здесь, мы когда, опять же, сдавали тут недавно языковой экзамен, то оказалось, что аргентинский диалект, он немножко другой, вот этот рио-платенс, он немножко другой. И в официальном экзамене, который сейчас практикуется в Испании, который, там, соблюдает языковой старт Испании, там некоторые вещи вообще противоречат. Из-за этого мы набрали, там, ну, условно, что-то, не набрали пару баллов. Это был такой курьез, который был очень смешным, но, тем не менее, очень сложно начать думать на испанском языке, очень сложно начать думать вообще на другом языке, но периодически я ловлю себя на мысли, что мы, там, и с ребенком общаемся на испанском языке, и какие-то вещи существительные называем по-испански. Так что он, так или иначе, проникает в нашу жизнь, так или иначе, мы начинаем на нем говорить, вот, но, скажем так, это такое размытие идентичности, и очень сложно принять это, вот, как некую данность. И это непросто. Еще один из минусов, что здесь совсем не рай для консимериста, для человека, который вырос в обществе потребления. Вот, как я, например, я, там, привык к Икее, что можно ребенку какой-нибудь конструктор Лего подарить, что можно пойти в магазин и купить относительно адекватный бюджет, купить какую-нибудь арктехнику, то здесь все совсем не так. Аргентина очень закрытая в экономическом смысле страна, и, например, чтобы купить какую-то вещь с Амазона или с Ебэй, необходимо ждать подчас месяц или даже, может быть, полтора. Но, да, безусловно, можно сделать так, что эти вещи приедут тебе по нормальной цене, ну, там, с какой-то небольшой адекватной переплатой за логистику, потому что курьерские услуги стоят денег, вот. Но, тем не менее, нельзя просто так взять, пойти в магазин и купить, там, не знаю, какую-нибудь очень специфическую зарядку для фотоаппарата. Или, там, недавно я купил какую-то такую вот вещь, и мне привезли какой-то некомплект, то есть что-то другое, и были сложности с возвратом и сложности с наличием этого товара здесь. Поэтому, если вы привыкли, там, или вы ожидаете, что здесь будет Икея, классный сервис, классные продукты в плане, там, мебели, какие-то, там, не знаю, новинки, гаджетов и прочей техники, то вас Аргентина очень сильно разочарует здесь. В принципе, все делится на две категории. На импорт, который, как правило, очень дорогой, и на местные товары, которые маркируются термином «индустрия Архентина». И вот это, кстати, еще один минус, о котором тоже отдельно стоит поговорить. «Индустрия Архентина» — это очень-очень любопытное явление. Где-то 70% товаров и 70% всего, что здесь производится, идет на внутренний рынок. Дело в том, что у Аргентины очень серьезные загадительные пошлины. То есть, если вы хотите импортировать сюда какой-то товар, то вам придется заплатить за это какие-то колоссальные налоги. И чтобы этого не делать, вы можете выбрать, например, товар местного производителя, там, не знаю, обувь, которую отшили на местной фабрике, или там, футболку или рубашку, которую отшили тоже здесь. Ну, или что-то в таком духе. Или, там, не знаю, технику, которую произвели здесь. Так вот, термин «индустрия Аргентина» — это уже такая притча во языцах, потому что, как правило, это синоним очень низкого качества, которое, скорее всего, у вас очень быстро развалится или сломается. Ну и, соответственно, если мы говорим про какие-то вещи из одежды, то очень быстро порвется или износится. То есть, реально из-за того, что очень мало конкуренции, очень мало возможности выбирать нормальное качество, приходится за очень дешево покупать очень плохие вещи. Вот даже какие-то там товары народного употребления, товары, там, не знаю, артезаньос, вот я купил там в прошлом видео, вы можете посмотреть, я купил себе эспадрильи из кожи карпинчо, это капибара. И, соответственно, эти эспадрильи, эти тапочки, они уже порвались. Всего лишь прошел месяц или даже там полтора месяца, и вот они уже непригодны. И так вот все, что касается бренда индустрии Аргентина. Слава богу, здесь есть из плюсов то, что индустрия Аргентина также производит пищевые продукты, товары, там, такие как молоко, яйца и все остальное. И за счет того, что они производятся здесь, и у них нет никакой конкуренции, эти товары стоят дешево. То есть, реально продукты здесь стоят относительно дешево. Но что касается каких-то таких более сложных вещей, вам нужно будет принять, что здесь все, все люди одеваются проще, относятся к технике проще, к машинам относятся проще, запчастей здесь не так уж и много. Так что вот эта вот тема с закрытым внутренним рынком, она очень такая, очень неприятная для тех, кто планирует свой переезд сюда. Ну и плюс ко всему, я очень надеюсь, что впереди у нас выборы и вот эту вот всю безумную тему с импортозамещением фактически, да, что ее наконец-то отменят или сделают так, чтобы можно было хоть как-то добывать товары без вот этих вот безумных налогов и сборов, которые здесь сейчас есть. Безумный минус, о котором я уже вскользь упоминал, это то, что Аргентина находится нереально далеко от всей планеты. То есть представить себе, что такое лететь сюда 17 часов очень сложно и здесь не поможет ничего. Это на самом деле самый главный минус Аргентины, в чем-то это ее плюс, да, там если мы говорим про какие-то ядерные катаклизмы, но реально это минус для тех, кто хоть как-то хочет периодически возвращаться, там, не знаю, в Европу, в Штаты или куда-то еще. Даже до Штатов здесь лететь не меньше 10 часов. То есть это реально, ну, я не знаю, мне кажется, дальше находится только остров Бора-Бора, где когда-то там один из великих французских художников поселился и решил коротать свои дни. То есть Аргентина это очень экзотическое место, куда очень мало кто добирается. Хотя, опять же, здесь проходят концерты очень известных групп, таких там, не знаю, как Тейлор Свифт или Red Hot Chili Peppers, вот, и реально очень многие приезжают сюда тоже гастролировать, но, тем не менее, если вы хотите там на выходные съездить в другую страну, и вам надоел Уругвай и Парагвай, там, Чили и Бразилия, то вам будет очень сложно. Здесь очень далеко до культурных ценностей в Европе, до Парижа, до Испании, до Португалии, вот, и даже там, не знаю, в какую-нибудь Турцию отсюда тоже не слетать на пляжик, вот, как мы там привыкли во все включено слетать на, не знаю, новогодние праздники. Здесь очень ограничен выбор таких курортов, и в какие-нибудь даже вот Карибские острова, где все обычно отдыхают и купаются, туда нужно тоже лететь очень долго, поэтому, когда ты сидишь и думаешь, слетать ли тебе, там, не знаю, встретиться с родственниками, ты подумаешь еще 20 раз, просто потому, что тебе нужно откуда-то взять еще как минимум сутки, которые ты потратишь на полет. И это очень-очень-очень-очень сильно утомляет, и, конечно же, это очень сильно заставляет задуматься о том, как тут вообще вот с этим всем жить. То есть это очень большой барьер, это очень большой минус, который очень существенно в прямом переносном смысле отдаляет мир, остальной мир от Аргентины. Но есть и другие минусы. Экономика. Вот все говорят про экономику, что, мол, экономика в Аргентине ужасная. На самом деле, в бытовом смысле проблема с аргентинской экономикой заключается в том, что деньги здесь можно хранить только в долларах. То есть если вы хотите поменять валюту, и у вас там закончились деньги, то вам нужно взять эти доллары и поехать в обмен валют. Это очень неудобно, когда, например, на выходных вы там сходили в ресторан, и деньги у вас закончились. Потому что вам, вы можете попасть на то, что, например, обмен валют не работает. И поэтому вы должны, ну, какую-то такую сумму денег все равно держать в НЗ, в Песо, и вы не понимаете какую. То есть нет такого, что ты взял там в приложении, перевел и обналичил там, не знаю, нужную сумму денег. Потому что если ты начинаешь пользоваться всяческими там приложениями, в том числе там криптоприложениями, то там очень непрозрачная ситуация с налогообложением. И очень непонятно вообще, как это учитывается в плане налогообложения. Поэтому я бы очень не рекомендовал бы вам скачивать эти вот популярные финтеки, да, и очень бы, ну, не советовал бы, как это делают местные бухгалтеры, показывать вот эти вот доходы, которые вы там в криптовалютах как-то получаете. Потому что здесь никто не знает, каким образом регулировать криптовалюты. Я надеюсь, что опять же с выборами все это дело поменяется, что здесь уберут эти безумное количество всех этих обменных курсов, и что-то точно наладится. Но пока что вот эта вот история, она еще приводит к другому важному фактору, что, например, во многих странах мира, если ты планируешь свою жизнь наперед, ты можешь рассчитывать на такой инструмент, как ипотека. Например, ты хочешь купить жилье или дом. Вот здесь, в Аргентине, к огромному сожалению, ипотека недоступна. То есть в текущих условиях она недоступна. Я уверен, что в ближайшем будущем они неизбежно что-то с этим сделают. Каким-то образом кредиты снова станут доступными населению. Но пока что это просто что-то сумасшедшее. Поскольку здесь нет устоявшейся нормальной финансовой системы, ее постоянно трясет, вес постоянно падает, то и рассчитывать серьезно на какие-то кредитные программы здесь не приходится. А покупать квартиру или жилье сразу за большую сумму денег, ну, согласитесь, довольно непросто, довольно сложно. Вот. Поэтому подумайте, если вы вдруг планируете свою жизнь на многие годы вперед и там ищете себе, где бы еще взять ипотеку, то вот в Аргентине это сделать будет очень сложно. Можно это сделать в соседнем Уругвайе, но опять же, это уже другая страна. Вот. Там с экономикой все попроще, все получше. И там можно взять ипотеку, и даже иностранцу можно взять ипотеку. Но это не так удобно, если вы планируете реально жить в Аргентине, потому что, например, здесь очень много классных квартир, классных домов, земель и мест вообще, где можно жить. Но, к огромному сожалению, в текущих условиях это не так может быть комфортно. Сервис. Это такая же ужасная проблема, такой же ужасный минус не только Аргентины, но и многих стран Южной Европы, например, и в целом Латинской Америки. Здесь очень низкий сервис. То есть многие сравнивают этот сервис с, там, не знаю, той же Колумбии, Венесуэлы и прочим. Ну, там, Венесуэлы меньше, потому что там меньше туристов, там, с Колумбией и Эквадором, например, и говорят, что здесь все-таки сервис повыше и получше. С одной стороны, это возможность для тех, кто этот сервис будет оказывать и хочет его оказывать, да, потому что, ну, здесь реально, чтобы вы понимали, вот я искал недавно бухгалтера, там, под наше предприятие, чтобы человек вел и сопровождал нашу фирму. И, соответственно, я уперся в то, что ты пишешь человеку первый день, здравствуйте, как дела, мы хотим воспользоваться вашими услугами. Вам присылают какой-то смайлик и говорят, привет, как дела, и все, человек пропадает. Ты пишешь ему еще раз, еще раз, ты через, там, третий, пятый попытки с ним связаться, ты договариваешься с ним обстричь на следующую неделю, и человек просто растворяется, когда ты просишь у него уже последний вопрос, а по какому адресу мы с вами встретимся, вот, по какому, и он пропадает. И ты выходишь из себя, звонишь своему какому-нибудь старому другу и говоришь, дружище, у меня такая проблема, тут вот мне посоветовали бухгалтеры идиота, а можно найти нормального? И тебе советуют нормального, который сам к тебе приезжает, и этот человек, он на вес золота, который очень быстро и хорошо откликается, ну, и в целом решает все твои проблемы. И так вот здесь во всем, то есть если вы действительно знаете какого-то специалиста, какого-то человека, который может оказать услугу качественно, держитесь за него, дружите с ним, говорите ему комплименты, радуйте его и так далее, потому что здесь огромное количество непрофессиональных товарищей, которые то ли в силу своей загрузки, то ли в силу чего-то еще, просто, ну, некомпетентны, и они не могут оказывать никаких услуг, вот, просто пропадают. И это я еще не говорю про то, как мы тут закупали кучу оборудования под нашу кухню, всякие холодильники, станки, духовые печи и прочее, и все это, конечно, тоже было сопряжено с дичайшими вот этими вот дискоммуникационными проблемами, вот, и мы, конечно же, просто сошлись с ума. Вот, например, один из ярких примеров плохого сервиса, которому я говорю, смотрите, все выложено, товар уже готов к продаже, но мне говорят, что магазин закрыт. Я не могу сейчас просто набрать себе фруктов и овощей в 9 часов 3 минуты, хотя магазин открывается с 9, но, типа, надо подождать, пока придет Кахеро, человек, который будет стоять на кассе. Пока он не пришел, они закрыты, и никто не знает, во сколько именно он придет, так что, вот, такие реалии. Наконец, последний минус, это то, что вообще не только в Аргентине, но и во всем мире происходит какой-то коллапс привычного мира, коллапс привычности. То есть, такое ощущение, что человечество сошло с ума, вот, все, везде, во всех местах на этой планете сошлись, посходили с ума, реально. Какие-то войны, катастрофы, землетрясения, ну, какое-то нереальное количество стресса, и я не припомню, чтобы раньше, ну, то есть, не знаю, может быть, ты стал взрослее, но я не помню, чтобы раньше было так много трэша просто повсеместно. И отсюда происходит какая-то неопределенность в будущем, то есть, совершенно непонятно, что будет дальше, потому что, скажем так, дорога назад закрыта, да, потому что там по твоему дому бахают беспилотники, значит, здесь непонятно, что будет дальше, потому что впереди выборы, и впереди тоже новый важный поворот в Штатах, кризис, и какие-то проблемы на довольно таком большом ментальном уровне вот этого перепроизводства и, ну, какого-то перепотребления. В Европе проблемы с экономикой тоже, которые там худо-бедно, ну, то есть, они не проходят без причин, они не проходят бесследно. Это все там есть. И, ну, а остальной мир, он также находится в каких-то ужасных таких вот недоразвитых экономических состояниях, периодически вспыхивают какие-то бриллианты, отсвечивают на солнце, но, наверное, наверное, я бы не стал рисковать и туда переезжать, поэтому, конечно же, Аргентина пока что все равно, наверное, самая лучшая страна для жизни, самая комфортная, самая приятная, и тут прекрасные люди, и это самое главное, что вообще про нее нужно говорить и что-то про нее нужно понимать, вот, и то, что здесь просто прекрасно и замечательно. Но, с другой стороны, конечно, вот эта вот неопределенность, это тоже один из самых главных минусов, то есть я, если раньше, например, мог там себе выстроить иллюзию о том, что я знаю, чем я буду заниматься через 2, 3, 4, 5 лет, то сейчас я не знаю, чем я буду заниматься через, там, не знаю, 5 лет и где я буду через 10 лет. И это, конечно, немножко фрустрирует, я не понимаю, как вообще с этим жить и работать, но я думаю, что все получится. А еще я обещал рассказать, почему этот ролик последний на этом канале. Да, на самом деле, все очень просто, мы уже больше, наверное, года или даже полутора пытаемся получить кнопочку монетизации, и да, так получилось, что за время, пока я снимал эти ролики, я перестал быть россиянином, вот, теперь я аргентинец, вот, и, короче, мы подумали, что, наверное, нам лучше запустить новый канал, чисто технически, переехать туда, назвать все это немножко по-другому, поменять немножко концепцию, начать делать больше прямых трансляций, мы закупили оборудование тоже, и готовимся, строимся сейчас, и надеемся, что где-то в октябре мы уже выйдем в эфир, будем звать классных гостей и рассказывать вам о том, что такое страна здорового человека. Вот это самый главный термин, который я бы хотел, как у нас раньше любили говорить, проращивать и рассказывать. Притом, совершенно непонятно, что такое страна здорового человека, я не хочу говорить о том, что я нахожусь в стране здорового человека, или то, что доехал, я до нее не доехал. Это все почва для дискуссии, и я бы очень хотел поговорить с вами об этом. И, конечно же, я хотел узнать и услышать, если вы живете в Аргентине, расскажите в комментариях под этой записью о том, какие минусы вы находите в Аргентине. Пишите их, это поможет в продвижении видео. Если видео было полезным, не забудьте поставить лайк, отправить его своим друзьям. Ну и до новых встреч, где бы то ни было. У нас, кстати, есть еще телеграм-канал, который называется Аргентина на русском языке, тоже, кто забыл, есть сайт Аргентинахаб.ком. Все ссылки будут в описании. Ну и пока. Был очень рад вам дать что-то полезное. Спасибо.